Идет второй день процесса, который почему-то в России называется «Выборами». Вчера, 15 марта, пропагандисты захлебывались, восхищаясь небывалому, совершенно фантастическому единству российского народа. СМИ публиковали цифры явки за первый день голосования. Это значит 25%, 27%, ну не знаю, что уж там это. Абсолютно, конечно, без всякого внимания государственных СМИ остались инциденты на избирательных участках. Я имею в виду, когда люди бросали в эти урны то красную краску, то коктейль Молотова, а где-то там в Свердловской области еще и вообще сожгли избирательный участок. Ну это все, как говорится, мелочи. По мнению российской пропаганды, в едином порыве народ бросился голосовать за Путина. Ну и на фоне всего вот этого, вот, всей этой истерики и всех вот этих вот всхлипов, как-то мало кто задумался, а на самом деле что нам сулит очередной неминуемый президентский срок Владимира Путина. В истории человечества, я не побоюсь этого слова, Владимир Путин уникален тем, что он, в отличие от абсолютного всех его предшественников, ведет большую страну не куда-то в какое-то будущее, пускай непонятное, пускай может быть и несбыточное, но Владимир Путин ведет нашу страну в прошлое, причем в свое собственное прошлое, в котором ему было приятно, уютно и здорово. Это, согласитесь, абсурд. Еще большим абсурдом кажется то, что население страны в общем-то как-то так пассивно согласно с этой концепцией и нисколько никого не пугает, что и так сложная жизнь людей, которая сейчас у них не очень богатая, а иногда и очень даже бедная, станет в ближайшее время еще хуже. И только это сулит нам президентство Путина и без вариантов, да и сам Путин, собственно, этого не скрывает, он говорит, что да, будет трудно, мы что-то со всеми воюем, со всем миром и так далее, и так далее. И вот этот абсурд нисколько не пугает население страны. Согласитесь, есть что-то в этом патологическое, что-то такое ненормальное, но тем не менее оно есть вокруг нас. Мы живем в этой стране среди этих людей. И глядя на все это, конечно, приходят на ум слова Иосифа Бродского. Процитирую. Президенты делают со своими странами и гражданами то, чего не могут сделать со своими женами. Волей-неволей соглашаешься с Иосифом Александровичем. И еще одна такая заметочка про эти как бы выборы. Много было вопросов, почему три дня и почему первый день голосования был рабочим днем. Все очень просто. Раньше начальство требовало отчета и фотоотчетов от своих подчиненных в воскресенье, в один день выборов. Многие уклонялись. Приятнее было сходить за пивком, погулять где-то и заняться домашними делами, детьми. В общем, это дело игнорили. А сейчас, в рабочий день, конечно же, начальство спросит на полную катушку. Или ты не ходил на выборы, тогда где ты был. Либо предоставь фоточку. А вот этот массовый прогул бюджетников, то есть, по сути, полдня рабочего дня они где-то ходили, на выборы или где-то. Он почему-то не считается прогулом и, кстати, будет оплачен из наших с вами налогов. Существование канала «Открытая политика» целиком и полностью зависит от того, нужны мы вам или нет. Если мы вам нужны, если вы нас поддерживаете, то помогайте каналу материально. Только на ваши пожертвования мы существуем. Если вы считаете это возможным, то любую посильную сумму вы можете отправить нам на расчетный счет, который мы вам показываем сейчас и который вы можете найти в описании под каждым видео. И мы заранее благодарны вам за каждый ваш трудовой рубль. Вернемся к делам нашим грешным, местным и начнем с исправления ошибок. Исправлять ошибки это очень важно, особенно в том деле, которым я занимаюсь. К сожалению, эти ошибки неизбежны и в этот раз произошел неприятный казус. Не проверив информацию некоторых безответственных башкирских телеграм-каналов, я опрометчиво озвучил информацию о том, что арестованный генеральный директор Башкиров-Тодора Ильдар Юланов, задержанный по подозрению в незаконном расходовании и присвоении бюджетных средств, был перемещен в СИЗО Москвы. На самом деле этого не случилось. Ильдар Юланов до сих пор, как и прежде, и по сию пору, сидит в СИЗО города Магнитогорска. И вокруг его судьбы идет ожесточенный торг, к которому уже подключились влиятельные московские силы. Собственно, эти силы желают заполучить некоторые башкирские активы в обмен на то, что следствие по делу господина Юланова не будет копать слишком глубоко, не выяснит всех схем башкиров-Тодора и не выйдет, как говорится, на высшее руководство Республики Башкортостан. Вот, собственно, предмет торга. Индикатором этого процесса и вектором того направления, в какую сторону двинется весь этот торг, все это разбирательство, станет судьба самого башкира-Тодора, который находится в каком-то предбанкротном состоянии. Судьба предприятия, судьба его нынешнего руководства. Ну и, естественно, если вдруг на этой поляне появятся какие-то незнакомые, но очень известные имена, то мы поймем, что лед тронулся. Собственно, вот это, конечно, сейчас очень беспокоит радио Хабирова, но, повторюсь, мы ошибочно дали информацию, Юланова не перемещали в СИЗО Москвы. Юланов до сих пор магнитогорский, но, по большому счету, это ничего не меняет. Я очень надеюсь, что завтра, в воскресенье 17 марта, состоится 101-й стрим «Открытой политики», и всех вас завтра в 21.00 приглашаю подключиться. Если не случится какой-нибудь катаклизм с интернетом в связи, с выборами или просто потому, что интернет уже надоел российским властям, тогда мы с вами обязательно встретимся на стриме, обязательно поговорим. К моменту начала завтрашнего стрима выборы уже закончатся, и мы сможем пообсуждать некоторые статистические данные, данные, например, наших опросов, которые мы запускали в Телеграм-канале. Очень интересные опросы, оба они про выборы, так что зайдите, обсудим результаты этих опросов, потому что они, естественно, неоднозначны. В общем, до завтра, до встречи. Скандал, случившийся с КВН в Башкирии и в Уфе, на прошлой неделе позабавил, конечно, очень многих. Короткий ролик с выступлением обзелиловской команды КВН на сцене конгресс-хола в Уфе мгновенно облетел и заполнил интернет. Если вы его не видели, мы вам сейчас его покажем. Вон, коротенький, посмотрите. КОНЕЦ 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 этим делом. Дело в том, что под Кельсинбаевым сильно-сильно закачалось кресло. И совсем недавно Урал Тагирович узнал, что Москва категорически точно не согласует Азата Барданова на место главы администрации губернатора Башкортостана. А в таком случае Хабиров, конечно же, попытается воткнуть Азата солдата на кресло, например, того же Урала Кельсинбаева. И вот это именно уравнение, на мой взгляд, по моим предположениям, и судя по всему, решил разрушить сам Кельсинбаев, пытаясь справляться с проблемой, которую сам же собственно и создал. Ну, чтобы героически ее победить, чтобы, значит, все эти разговоры закончились, там, через СМИ, через все и так далее, и так далее, и тогда начальство, ну, как-то не посмеет его спасителя тронуть. Вот такая вот версия родилась у меня. Ну, а что же, собственно, сам Идельбаев и его жена? Ну, или бывшая жена? Какую роль они в этом всем сыграли? Как говорится, вместе ли они с Кельсинбаевым или отдельно? Ну, тут, пожалуй, все значительно проще. Здесь дело в неистовом желании сделать приятное своему покровителю. Идельбаев, ну, просто, как говорится, перестарался. Пикантная, кстати говоря, подробность. Вот то самое ООО-традиция по уставным документам, созданную для разведения, например, ослов. Ну, получается, логический вывод такой. Развели наивного Радио Фаритовича как ослика. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш YouTube-канал «Открытая политика». А также рекомендуем вас на всякий случай подписаться на телеграм-канал «Открытая политика» и «Дзен. Открытая политика» в Яндексе. Все это вас обезопасит от каких-то срывов со связью, от потери связи с нашим каналом. А еще даст дополнительные возможности на «Дзене» и особенно в телеграм-канале. Есть опросы, есть дискуссии, есть новости, которые не попадают в наши регулярные выпуски на YouTube. Так что, я вас уверяю, ваш кругозор точно расширится от этого. И снова о башкирском спорте. Ну, вернее, о Министерстве спорта и его горе-руководителя Руслане Хабибове. После нашего выпуска недельной давности в Министерство спорта Республики Башкортостан пришли силовики и началась проверка финансовой дисциплины и законности действий руководства ведомства. Вообще-то самое время. Башкирский спорт под руководством бывшего охранника центрального рынка и бывшей актрисы опустился, ну, наверное, на самое дно. Салават Юлаев вылетел из первой ступени плей-офф. Допинговый скандал в клубе Торос. Ну, футбольный клуб Уфа рассказывать не будем. Баскетбольный клуб Урал и так далее, и так далее. Список вот этих жутких командных поражений можно продолжать часами, на самом деле. И все это, при том, что суммы вливаний в башкирский спорт через ведомство господина Хабибова многомиллиардные и растут с каждым годом. Мы уже знаем, что на силовиков, занявшихся деятельностью Хабибова, уже началось давление из Москвы, и потому мы желаем им успеха и справедливого расследования, даем еще одну наводку. Господа следователи, уточните, насколько законно и процессуально верно в итоговые документы последней коллегии Минспорта Республики Башкортостан попал пункт 2.10. О передаче полномочий регионального оператора комплекса ГТО одному из подведомственных спортивных центров Минспорта РБ. Дело в том, что на видеозаписи коллегии, которую я видел и которая у нас есть, нет даже намека на обсуждение этого пункта. А вот в итоговых документах он чудесным образом появился. За подписью экс-актрисы, а ныне замминистра спорта Карамурзиной. Ну, подобное вольное обращение охранника и актрисы с умирающими активами башкирского спорта очевидно не могут дать позитивных результатов, но о негативных результатах у нас уже, пожалуй, более чем достаточно. Так что вот на вот этот момент надо обратить внимание и выяснить, каковы мотивы господина Хабибова и госпожи Карамурзиной для того, чтобы вставить в этот протокол пункт, который не обсуждался и не решался, и, ну, вообще, может быть, и не какие-то иные задачи есть. Ну, полезно было бы поинтересоваться. И вообще, законно ли создавать подобные документы ведомства? На прошлой неделе, в субботу, мы рассказывали о том, что Тансулпан Буракаева, сестра скандально известной Зухры Буракаевой, организовала продажу благотворительных открыток, сбор от которых пойдет на помощь арестованным по Баймакскому делу. Речь идет о сборе денег для юридической помощи, для адвокатов и так далее. Так вот, на минувшей неделе администрация «Артквадрата» попросила Тансулпан Буракаеву сворачивать ее деятельность. У нее там был маленький магазинчик, который торговал этими башкирскими этническими украшениями и в том числе торговал вот этими вот открыточками. И вот «Артквадрат» требует, чтобы она оттуда убиралась, и очевидно, что, конечно, это делается под нажимом властей. Просто так администрации «Артквадрата», наверное, было бы глубоко пофигу, чем там торгует Тансулпан Буракаева, если это, как говорится, находится в рамках закона. Но, видимо, попросили из Белого дома, видимо, позвонили, видимо, надавили. Мы понимаем, бизнесу тоже страшно, мы понимаем, что бизнес хочет дружить с властью, но задумайтесь, это всего лишь открыточки. Это не лозунги, не призывы к свержению власти, не гранаты, не оружие. Это всего лишь открыточки. Помните, с какой помпой открывал ради Хабиров арку в парке Аксакова? Как носился он с идеей ее строительства заново? Как хвалил там работу рабочих, строителей, подрядчиков? Как вообще радовался всему этому и как восхищался итогом? Ну, окей, построили, сдали, ленточку обрезали, араратом чокнулись и разошлись. И вот что происходит теперь дальше. Прокуратура обнаруживает серьезные нарушения при строительстве вот этой самой арки и даже определяет ответственность должностных лиц за эти нарушения. Я не знаю, можно ли сейчас ходить под этой аркой и стоять, но с учетом того, что прокуратура обнаружила там серьезные нарушения, наверное, нужна какая-то экспертиза. И сейчас как-то надо объявить, может быть, там ленточку красную натянуть и не ходить вокруг нее. Не берусь судить, но я бы опасался. И что дальше? Вы думаете, что фирма, которая произвела вот эту арку, которая так полюбилась Хабирову, тот самый ООО Альбит, вот эта фирма все, она там, значит, вся в позоре, вся, значит, там больше никогда близко ее не подпустят, она там все испортила, она, значит, там не оправдала доверие и так далее, и так далее. Нет, ничего подобного. Нет. Теперь это же самое ООО Альбит буквально на прошлой неделе практически в руках с этим решением прокуратуры получает новый подряд на восстановление, реставрацию и ремонт кинотеатра Победы в Черниковке на 200 с лишним миллионов рублей. Вот понимаете, да? Брак, как говорится, не помеха дружбе. С учетом того, что то же самое ООО Альбит занимался и строительством ЦУРа, и ремонтными работами в Белом доме и вокруг него, начинаешь думать. Ну, мои предположения о дружбе, как говорится, карману и карманами между собой, либо близких друзей Хабирова, либо самого Хабирова, так вот эти предположения уже начинают трансформироваться в абсолютную уверенность. То есть, я понимаю, что для Хабирова его там окружение, понятие репутации ничего не значит. Ну, в том числе и репутации, видимо, подрядчиков, потому что вот они вот так накосячили с этим любимым объектом Хабирова, он носился с этой аркой, как курица с яйцом. И теперь они снова получают подряд. Теперь уже на ремонт кинотеатра Победа. Ну, другого вывода я сделать не могу. Кто-то с ними очень крепко дружит. Помните, на прошлой оперативке Хабиров напомнил министру транспорта Клебанову, что он, Хабиров, хочет в торжественной обстановке передать Башкиров автотрансу 250 автобусов малого класса «Некст». Клебанов тут же клятвенно заверил, что все будет исполнено в лучшем виде, дорогой Радий Фаридович, не извольте беспокоиться. Радий Фаридович, все получили, послезавтра вы их вручаете, или 14-го? 14-го, по-моему, вы их вручаете. А сколько их будет? Общее 250 штук. 250. И на минувшей неделе торжественная передача этих «Газелей» и «Некст» была осуществлена. Но, минуточку, почему-то передали 160 автобусов вместо 250 обещанных. Куда, а вернее сказать, кому откатились вот эти 90 автобусов, наверное, вопрос к Клебанову. Еще вопрос, умеет ли вообще считать Радий Фаридович и помнит ли он, о чем шла речь на прошлой оперативке. Он сказал, 250 автобусов мне, как говорится, вы не дополож. Тот сказал, я волю, майн фюрер, конечно, все будет сделано. Выходим, оказалось, 160. Ну, Хабиров, наверное, не удосужился их посчитать, либо он не умеет считать. Мы этого доподлинно не знаем.